Итак, статья 30, она состоит из двух пунктов. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. И второй пункт. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Вот интересно, объединение, национально-освободительное движение можно тоже как объединение обозначить? Или это другая история? Ну, давайте с последнего вопроса, который вы задали. Национально-освободительное движение – это явление. Воздух – явление. Вот в чем схожесть между Зиной Портновой, Зоей Космодемьянской, генералом Карбышевым? Ну, знаем, что генерала облили водой. И он просто умер, как ледяной столб. Зоя Космодемьянская, стоя на ящике, после пыток, неимоверных пыток, никого не сдала, не предала. И ногти, под ногти иголки ей, да, совали. Но при этом выводили на мороз полууголы. Но при этом вот в конце своих, последних своих мгновений жизни она сказала речь, которая до сих пор, до сих пор будоражит сердце. Как так могла сделать 19-летняя девочка? И когда об этом узнали шесть фронтов, вот Лидов был такой корреспондент, ну, описал ее смерть. Небольшая статья. Представляете, вот одно из таких вот фронт, да, и одно из небольших вот таких вот моментов – это было покурить. Солдат. Махорочка, вот забить и покурить. Так вот, вот эту статью из газеты военнослужащие передавали из рук руки и не курили. Сначала одно подразделение приняло решение не брать в плен вот этот никому не нужный 332-й батальон вермахта, потом второе, третье, вот шесть фронтов. Когда Сталину доложили, там же вертикаль политуправления, ну, то есть это не просто, знаете, для галочки, а собрались там что-то, как вот сегодня там выбор или еще что-то, да, или там административный ресурс. Нет, мы не возьмем в плен. Мы за эту девочку 19-летнюю, что она сказала? За меня отомстят мои товарищи, бейте фашистов. А говорила она эти слова не перед лицом единомышленников, а перед оккупантами. И там бабушки и дедушки стояли, которые вот из этой деревни Петрищево. И эта речь разнеслась вообще как, я не знаю, как эхо. Когда Сталину доложили, что вот собрание приняло решение собрания шести фронтов не брать в плен. Ну, все, не берем в плен. Указ отдельный был. Такой, бегали как зайцы. В третьем, в четвертом эшелоне стояли этот батальон. Боялись вообще, панический страх был. Ни один уж не ушел с русской земли живым. Ни один, напомню нашим зрителям, не брать в плен классический был там эсэсовцев там, и еще фельдъегерская вот эта вот служба, которая вербовала. А вот вермахт, ну, в основном брали в плен. И как боялись. То есть немцы вот этого подразделения знали, что за ними охота идет. Вот. Или Зина Портнова. Это вообще феномен. Просилась, просилась в подразделение ополчения, в партизанское подразделение. Ее не брали. Потом устроили посадомойкой в эсэсовскую столовую. Она взяла, отравила их всех. Девочка. Отравила сто эсэсовцев. Когда пошла проверка, типа, она говорит, да я не знаю. И взяла, стала есть из этого же котла борщ, она подсыпала яд. Стала есть. И вот что этих людей объединяло. Их объединяло явление нежелания быть рабом, быть в оккупации. И они это понимали. Вот я отвечаю на ваш первый вопрос. Что это не коммерческая организация или все-таки что-то другое? Но это другое. Это вот человек просыпается, если он спит даже, да. Если он может заснуть. Как это я раб? Мои дети рабы. Мои близкие рабы. Вот как можно спать? Или, вот я не знаю, святые там, Суворов спал там по 2-3 часа. Вот, ну, да, вот Владимир Владимирович, наш именинник, сделал такое снисхождение, да, своей жизни. Положил вообще жизнь на службу отечества. То мы можем спать, бодрствовать, отмечать дни рождения, свои, своих близких. Там ничего не летает пока. Вот, а как вообще вот с этим ходить, жить? То есть нельзя не делать это. Это явление. И нас с каждым днем все больше и больше. Людей, которые это понимают. Изгнание отсюда, вот, одного из лжецов, то есть маскировщиков этого главного Пугачева, в том числе, это победа на информационном фронте. А вот, само по себе некоммерческая организация, НКО, придумали тоже англосаксы. То есть часть, ну, некой, некой диаспоры, там, берется, да, ну, положим, там, пенсионеры, и вот, или, там, я не знаю, молодежка, или, там, я не знаю, участники, там, каких-то, там, событий, да. Их подсаживают на определенный грант, и они вещают от всего вот этого сообщества и сословия. Но вещают они не во благо этого сословия, а то, что им скажет грантодатель. А напомню, что уже не по Конституции. Вы знаете, надо же все соединять с главными законами, которые Конституция, Юсейд, написала у нас, это преабула, что мы часть однополярного мира. То есть мы не сами по себе. Мы не суверенны. Раз. И два. Статья 15, пункт 4. Верховенство международных органов. Все. Значит, кому тогда вот эта 30-я статья на какую мельницу воду льет? Тоже понятно. А при этом, что нам запрещено иметь свою государственную идеологию. Статья 13, пункт 2. То есть, может быть, мы хотели бы создать какие-то патриотические, настоящие, не лже-патриотические, а настоящие патриотические движения. Но нам запрещена идеология. То есть запрещено даже финансирование, понимаете, нашего, ну как бы, НКО, которое служит во благо Отечества. То есть, и поэтому статья 30, вот которую вы сейчас сочетали, ее нельзя рассматривать как отдельную составляющую. Только в контексте запрета на госидеологию, что эти НКО будут точно, не будут точно работать на государственную идею, потому что она нам запрещена. И статья 15, пункт 4, они, эти НКО будут работать на то, что скажет оккупант. А фундаментом этого всего преамбула. Мы часть, мы подчиненные, мы провинция США. Вот если, точнее, когда мы наведем порядок с основными статьями Конституции, и мы будем суверенной страной, у нас будет своя идеология на государственном уровне. Вот, и если вернуться к статье 30, то тогда с ней все в порядке, или все же неправильно как-то она сформулирована? Вы знаете, у нас как, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Хочется сказать нашим зрителям следующее. Отвечаю на ваш вопрос, уважаемые Эльмира Сергеевна. Вот, чтобы, вот 45-й год, вот 45-й год, победа, Берлин, уже было обозначено, что нам надо дойти до Берлина. Вот все, вот он, 45-й год, вот он, Берлин. А оказывается, не в Берлин мы идем, оказывается, все армии, все фронта надо было развернуть. Это очень сложная в техническом исполнении задача на Зиеловские высоты, потому что там была опасность. Но это мы знаем, как операция фронтовая генерального штаба или государственного комитета обороны. Но, чтобы это сделать, еще у Сталина, у ГКО, была информация по операции «Немыслимые». Англосаксы же создали такие условия. Четрумэн, ой, Черчилль про это говорил, что если будут выигрывать русские, мы будем финансировать Гитлера. Если будет выигрывать Гитлер, мы будем финансировать русских. То есть, отвечая на ваш вопрос, давайте сначала победим. Ну, вот победить сначала надо. И вот это событие, к этому мы давно, представляете, пять лет назад, три года назад, чтобы был массовый пикет у посольства США, это невозможно было. А вот сегодня на 70-летие главы государства это есть. Поэтому обсуждение этого вопроса, а может у нас Конституции не будет. А будет там другой, вот в Англии нет Конституции, она не нужна. А до 1900, там, я не знаю, 5-го года была у нас в стране Конституция. Или было просто, как бы, обещание народа, 1900, ну, собора, да, тогда был, 1613 года. О, это, по сути дела, присяга всего народа была, династия Романовых. А до этого была, ну, там, другая династия, Рюриковичей. Мы расширялись, расширялись, расширялись. Ну, вот возьмите статистику. За 22 года правления Николая II мы увеличились на 50 миллионов. Всего 22 года плюс 50 миллионов. Каждый седьмой житель планеты Земля жил в России. Я сейчас не говорю, какая должна быть формула управления государством, Конституции, ее статьи, правильно это или неправильно. Будет у нас НКО или эта американская придумка вообще не нужна нам. Ну, сначала надо победить. А чтобы победить, а теперь мы приходим о главном. Главному, чтобы победить, вот теперь смотрите. Сейчас ребята гибнут, освобождая наше отечество. И причем враг-то силен. У них мобилизационный ресурс из миллиарда. Только страны НАТО. Я не беру Афганистан, Среднюю Азию, да, или там Ливия, Иран, да, Ирак. Я вот беру вот просто вот Европу, миллиард. А у нас 150 миллионов. Бюджет Министерства обороны лишь составляет 6% от бюджета Пентагона США. Мы можем вообще победить? В такой стратегии, где человек против человека, танк против танка. Изначально в теории мы проигрываем. А нам же надо победить. И эти олигархи, они до сих пор сильные, эти Абрамовичи. Но чтобы победить, должна быть политическая партия главы государства. Вот поздравьте, вот наш уважаемый Михаил Николаевич, да, говорит, давайте вот по Неваде салютом. К этому мы еще не пришли, Михаил Николаевич. Хорошо вы сказали, круто, но к этому еще не пришли. А вот поступательное движение, сегодня наши Зиеловские высоты, в конце концов, это миллион человек соистов, Верховный суд. То есть человек точно понял, что началось все в девяносто первом году. И он точно понял, что можно изменить эти события через продавливание судебной системы. Это намного важнее. Тем самым мы ликвидируем правящий класс. То есть он уходит в небытие намного быстрее. Причем мирным путем правящий класс остается в живых. Никаких кожанок, никаких опричников, никаких камазов с бородатыми мужиками, да, с автоматами. Все тихо, спокойно. И главное, война останавливает. Мы возвращаем мирным путем свои земли. Дипломаты работают, юристы. Вот так, может быть, поздравить мирным путем. Сегодня собрать 5, 10, 20, там 100. Вот как, вот сейчас вот передовик у нас, Томский штаб национального освободительного движения. В неделю там по 300, по 400, по 500 ССОВ собирают люди. Вот, вот это главное. То есть сегодняшние, как бы, Зиеловские высоты. Да, до побил, вот это 100 метровку, вот последнюю. Сколько она по времени будет, это вот не нам решать, а верховному главнокомандующему. Дай Бог ему здоровья. Но вот наша задача, это мобилизация умов. Мобилизация сознания, мобилизация инстинкта, мобилизация памяти, когда все это произошло. Вот посвятим сегодня этот день, если его патриарх сказал. Так, все, молимся. А старец Ильи, духовник патриарха, предлагает, как бы, молиться ежедневно за главу государства. И сегодня в каждом храме, кстати, многие об этом знают, с Амвона звучит молитва за русское воинство, за погибших. Да, теперь на каждой литургии, обращаю внимание, литургия в переводе «общее дело». Ну, если вот, как бы, у служителей культа, культов, да, наших исторических конфессий, это уже есть. Посмотрите, кстати, есть небольшой ролик главного муфтия в России. Мне очень понравилось. Просто не буду комментировать. Посмотрите, как он заканчивается. Небольшой, меньше минуты. Что он говорит? То наша задача сегодня, это вот следующий этап, да, это сбор соистцов, сбор политической армии главы государства. А это иск в Верховный суд. Субтитры подогнал «Симон»